Продолжение следует... Продолжение следует... Пещеры и арки и так далее... Но всегда, все равно есть люди, которые хотят испытать свои возможности, нырнуть поглубже и посмотреть, насколько прочный организм... Вот, например, текущий рекорд мира принадлежит пока мне. Чтобы представить лучшее, мы нарисовали такие девятиэтажки, их пять, поставили друг на друга, и можно представить, что надо с верхней девятиэтажки дойти до самой нижней и вернуться обратно в задержку дыхания, донырнуть. Сразу расскажу вам немножко об опасностях все-таки фридайвинга, чтобы вы домой не пришли после выставки и не пошли в тазиках и в ваннах делать задержку дыхания. Когда мы ныряем, там много всяких сложных законов и правил, которые надо знать, поэтому лучше все-таки все это изучить перед тем, как пробовать. Вот, например, мы ныряем, легкие у нас сжимаются. Вот тут до глубины 20 метров даже нырнул фридайвер. Легкие сжались в три раза, потому что на 20 метрах три атмосферы. Когда я нырял на глубину 128 метров, там было 14 атмосфер. То есть легкие можно представить, куда сжимаются. Там в яблоко, в апельсин или что-то еще можно представить. Но на самом деле есть механизм, который не дает травмировать наши легкие, который наш организм богоразумный имеет. Это кровь у нас с периферии, от ненужных всяких органов, от кожи, переполняет сосуды легких. Переполняет их и не дает совсем сжаться очень сильно и разрушиться в грудной клетке. Но при этом, если под водой делать резкие движения, напрягаться и паниковать, любые ненужные напряжения, если создавать, то может быть травма. То есть может быть сосуды, эти переполненные кровью в данный момент, могут травмироваться. И один из таких нырков у меня был. То есть даже вот у меня все равно бывают такие курьезы и несчастные случаи. Поэтому это опять в безопасности. Только благодаря страхующим, профессиональной команде страхующих, вот там встречают меня со скутерами, партнеры и без скутеров. То есть там многоуровневая страховка. Одни ныряют поглубже, другие поменьше. В общем, смысл в том, что у меня один раз на глубине 128 метров произошел случай, когда я потерял ориентацию полностью и не знал, куда плыть. То есть я нахожусь на глубине такой, что даже не видно света, то есть там полная темнота и не понимаю, где вверх и вниз. Каким-то образом получилось у меня доплыть до глубины 40 метров, откуда мне помогли мои друзья. Но из-за множества лишних движений и напряжений была травма грудной клетки довольно серьезная. У меня каким-то чудом получилось восстановиться после этой травмы за 6 дней, восстановиться и психически, и физически, и через 6 дней получилось выиграть чемпионат мира и поставить рекорд мира. Все, все были. Спасибо. Так, это пока секрет. Кто знает, из-за чего мы хотим дышать, когда ныряем под водой? Из-за чего? Из-за чего? Углекислый газ. Хорошо. То есть мы дышим не потому, что у нас мало кислорода, а потому, что вот мы плывем, у нас кислород кончается, углекислый газ у нас растет. И поступает сигнал в мозг на вдох. То есть мы хотим дышать, мы всплываем. Тут важно понимать, что чем больше мы напрягаемся, чем больше мы вырабатываем углекислого газа. Поэтому самая важная в фридайлинге вещь – это расслабление. И не просто расслабление, а именно полное сначала психическое и эмоциональное расслабление, а оттуда уже идет физическое расслабление. Поэтому подход, вот как у того человека слева, с гирей, с надписью «No pain, no gain», как в зале привыкли тренироваться, он не подходит в фридайлинге вообще. То есть мы учимся. Вот еще у нас один пример. Настроенный нырок, там дальше видите. Настроенный нырок спортивный, жесткий и желание продвинуть как можно дальше, постановка цели. У нас во фридайлинге важно на нырок настраиваться не на какой-то результат, а именно на процесс. То есть мы ныряем и находимся в настоящем времени. Внимание у нас полностью на расслаблении. Сначала, когда мы учимся заниматься, мы расслабляем множество вещей, которые сложно все оплатить сразу. Мышцы лица, мышцы глаз, мышцы шеи, все-все-все расслабляем. Потом это же все автоматически происходит. Вы подаете в воду, вы сразу входите в нужное состояние. И результат сначала может быть даже меньше. То есть первый человек, который ныряет напряженно и с усилием, ныряет дальше немножко. Но ныряет он не очень хорошо. Видите, он всплывает, у него язык на боку. И тренер его подзадоривает. Другой ныряет с удовольствием. Но мало. Но дальше результат придет к тому, кто таким образом и тренируется. То есть тут метод тренировки, он довольно парадоксальный. Метод тренировки и ныряния. Мы не стремимся к какому-то результату, а мы именно наслаждаемся самим процессом. Просто потому, что это необходимо. Если мы не будем этого делать, мы будем гораздо больше напрягаться и выделять углекислого газа. Поэтому самое главное, это подготовка к глубокому нырку. То есть через 5 секунд будет нырок на большую глубину, задержка дыхания на 4 минуты. Но перед нырком важно максимальное расслабление и настрой. И одно из самых важных вещей, которое, кстати, во фридайминге удивительно, это то, что можно применять этот навык и умение не только в нырянии, но он потом пригодится в повседневной жизни вообще и в городах, и при большой загрузке на работе, при стрессах на работе, при каких-то волнениях. Справляться с ними получается лучше, потому что вы привыкли под водой. Там, где вы не дышите, и без дыхания человек может находиться меньше всего, то есть чем без еды, без воды, вы можете справиться с этим страхом недышания, и страхом давления, давление очень большое на грудную клетку. Если у вас получится научиться и сохранять спокойствие при этом, при нырянии, то в повседневной жизни будет гораздо легче сохранять спокойствие и справляться с стрессами и с волнениями. Вот еще одна, наиболее, кстати, на мой взгляд, удивительная вещь в нырянии — это то, что возраст не является каким-то важным фактором. Например, моя мама. Это моя мама, ей уже больше 50 лет. Эту фотографию я снял буквально несколько дней назад, наверное, 4-5 дней назад в Египте. Это проныр сквозь арку, которая находится на глубине 60 метров. Вот справа вот эта арка. И это одно из самых опасных мест для ныряния в мире. Это в Египте, в Дахабе. Арка, которую она на 60 метрах, ее очень многие хотят пронырнуть. Пронырнуть ее очень много хотят дайверов, у многих это не получилось. А фридайверу продонуло ее всего лишь меньше 10 человек в мире. И маме 50 лет. Она до сих пор обновляет и улучшает свои 40 с лишним уже рекордов мира. И завоевывает... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот. Поэтому возраст... А, почему еще возраст является таким положительным фактором? Потому что с возрастом человек учится лучше расслабляться и более спокойно относиться, вот как раз к проблемам. То есть у него опыта больше по жизни, он лучше расслабляется, лучше переносит стрессовые ситуации. И отсюда вытекают вот эти вот удивительные... Может быть отсюда, но большинство рекордсменов мира во фридайвинге, они в хорошем возрасте, там 30-40, даже 50 лет. То есть нет молодых рекордсменов мира. Рекорды мира во фридайвинге растут за последние 40 лет, за последние 50 лет выросли вот на такую величину. То есть со 40 метров, которые люди думают... Ученые думали, что будет пределом 40 метров. 50 лет назад, сейчас 128 и непонятно, где еще предел. А 40 метров, 40 метров может нырнуть практически любой человек за одну-две недели ныряния. Если нет каких-то проблем с здоровьем больших, но в принципе 40 метров, 30-40 метров может любой сделать. И задержку дыхания 3-4 минуты тоже можно сделать даже без тренировок. То есть у нас учатся люди, приходят после объяснений, после просто понимания процесса расслабления, то есть даже без тренировок, после понимания получается сделать 3-4 минуты. При этом до занятий, без понимания правильной разминки, без понимания правильного дыхания и расслабления, одна минута или полторы. Внизу показано просто темпы развития. То есть скорее всего что-то есть в фридайвинге такого интересного, почему он так хорошо развивается. Этот вид спорта довольно-таки новый, если не считать тех древнейших времен, когда мы добывали еду и жемчужины. И вот в 95-м году никто еще даже не знал про моноласту. То есть моноласта, скоростное плавание, оно в скоростном плавании было, но вот эта моноласта наша, как у дельфина, на фотографиях была, мало кто про нее знал. Сейчас про фридайвинг знают гораздо больше людей в мире и в России, чем раньше. Прошло всего 20 лет. Все. Это основные мои. АПЛОДИСМЕНТЫ И так geldяю их. АПЛОДИСМЕНТЫ ЭТОА